Ваши проповеди не всем нравятся, и обвинения не замедлили сказаться в жалобах. Как это выглядело у святых, отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Всегда были люди, пусть и в абсолютном меньшинстве, как пророк Михей, но они были и обличали слов, и получали мучнических венец, как Иоанн Креститель. 2 Тимофею 4.2. Проповедую слово. Настою во время и не во время, обличаю, запрещаю, вещеваю, со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофею 5.3.11.2.7. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Иоанн Затаузель. Памяти 13 ноября. Иоанн, великий учитель всего мира, без всякого колебания обличал несправедливости, защищал обиженных, а царя и царицу убеждал никого не обижать, но поступать по справедливости. Вельможам и людям высокого сана, расхищающим чужое имущество и огорчающим бедных, он угрожал судом Божиим. За это против него стали враждовать многие мирские властители, осуждаемые своей совестью. Но не желая отрешиться от своих пороков, они гневались на Иоанна. Сердце их окаменело, им тяжело было слушать слова святого. И вот они затаили в себе злобу на него. Ненавистники старались всячески чернить святого. Рассказывая, что патриарх в своих проповедях в церкви не получает, но оскорбляет и обвиняет царя и царицу и все власти. И таким образом, мало-помалу, они раздражали сердца многих людей и возбуждали в них гнев на Иоанна. Среди недовольных святым угодникам Божиим находилось немало и клириков, живших порочно, так как он изобличал их лукавые дела и отлучал он их от церкви. Особенно же они были раздражены поступком некого дьякона Серапиона. Последний, благоверно служа при патриархии и живя богочестиво, однажды в присутствии всех клириков сказал святому, «Ладыка, ты не исправишься их, если не разгонишь всех их одним жезлом». На эти слова его многие раздневались, стали дурно говорить в народе о святом патриархии, возводя хулы на того, который был достоин всяких похвал. Не бойтесь их, когда они клянут анафемой и жупелом врицают, какая власть у тех, кто сам давно в клену, бездетные, кого зовут отцами, священники, служители небес, кто подражать апостолам намерен. Вы слышали, куда слепых ведет слепец? И прихожанам врет, как самый сивый мерин, в очах Создателя такие есть ничто. И более того, сыны гиенны, творцы легенд, питаются мечтой, дымят завесой дымною в три смены. Бог Иегова, Он Создатель Церкви. Он, Сам Господь, назначил нам маршрут, что не по Библии пути прямые к смерти, там мертвецы, кто с ними, так же все умрут. Завещано Христом, и им благословенно идти, нести благую весть, и не молчат, опутать шары земной во все концы вселенной, раскинуть сеть, крестить, всему уча. Один есть крестный ход, всего один. Когда Иерихон проклятый не сдается, куда ведет сегодня их гопон кретин? Не могут воскресить, целуя мощи кости. Вот, если лютый враг, допустим, коммунист, грозит пленить, бросайте мертвеца. Кого коснется брошенный восстал не атеистом, и плак ему развяжут с прозревшего лица. Но ничего из этого ни разу не случилось. Отшельники, монахи, затворники в пустыне, к ногам Христа Спасителя. Он наш один учитель. Зачем сокрыли Бога славянью и латынью? Не вы, кадильщики, а Бог вас проклинает. Благословение ваше маханье рукава, когда без слова Божия бодаете пиная. Что может дать без Библии пустая голова? Игнатий Лапкин. 23 июня 2003 года.